Как бы начать? Даже не знаю, как начать. Ну вот, ну на что мы можем обижаться? Ну в целом, вообще. Ну допустим, ты хорошо сделал домашнее задание, а преподаватели этого не оценили. Обидно. Ты опоздал на свой рейс. Обидно. Ты так и не научился нормально готовить. Обидно. Ты обиделся. Обидно. Ну просто вспомните сами, из-за чего вы обижались в последний раз. И что бы это ни было. Все хуйня. Потому что это современный мир. И обижаться нужно по-современному. Шемкенский судья обиделся на коллег из-за лайков. Из-за лайков. Сколько ему лет вообще? Наша любимая рубрика, цитаты. Я всегда стараюсь поддерживать посты своих коллег. Ладно, ладно, не так он говорил. Я всегда стараюсь поддерживать посты своих коллег. Ставлю лайки, делаю репосты, комментирую их. Эх, всем бы такую аудиторию. За долгое время написал один пост про суд присяжных, но мои коллеги меня почему-то не поддержали. Обидно. Теперь я их тоже поддерживать не буду. Ну, дорогой мой, поздравляю, ты взаимолайкер. Взаимолайкер это самый лицемерный вид подписчиков или друзей. Они лайкают тебя только, если ты лайкаешь их. И они комментируют тебя только, если ты комментируешь их. Но, уважаемый судья, если вы хотите, чтобы ваш труд оценили, то почему бы вам не начать вести блог, где вы будете писать про судебные дела, про судебные случаи и тому подобное. И у вас непременно найдется аудитория, которая будет вас лайкать, потому что им реально нравится. А не для того, чтобы вы потом лайкнули их. Будут подписаны на вас, потому что им реально нравится. А не из-за корыстных целей и взаимного лицемерия. Будет хотя бы 100 человек, которые реально ценят ваш материал. Чем тысячи взаимолайкеров, фейков и мертвых аккаунтов. Вас найдется кому лайкать, если ваш труд будет кому-то нравиться. А вдруг его коллеги просто не увидели его пост. Ну зачем себя обманывать? Они прекрасно все видели. Просто с полным игнорированием, эгоизмом и лицемерием прокрутили дальше. Чтобы лайкнуть тех, кто лайкает их. А если кто-то скажет, что ты, эти сотни лайков под моей фоткой, это все мои друзья и хорошие знакомые. Ну попробуй долго не лайкать этих друзей и хороших знакомых, и потом сам все увидишь. А ведь за судью реально обидно. Немного существует выпусков фриворд, где мы поддерживаем виновников новостей. И это один из них. Уважаемый судья, в следующий раз пишите пост прямиком в какой-нибудь мессенджер. В какой-нибудь общий чат, где-нибудь ватсапе. Хотя в чатах тоже игнорируют. Ну в конце концов вы можете их за это засудить. Вы же судья. Этот пост, кстати, был выложен на фейсбуке. И после того, как СМИ его заметили, эту публикацию удалили. Свобода слова в нашей стране. Даже судья высказаться не может. Просто смотри фриворд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!